Матч между футбольным клубом «Славянский» и «Волжской энергии» вызвал невиданный интерес у волгоградских спортивных журналистов. Зная о победном результате ротора во Владикавказе, они жаждали ответа на вопрос, окажут ли волжане братскую помощь флагману областного футбола, отняв очки у их основного на данный момент соперника. Напомним, что до 10-го тура наш клуб и волгоградский ротор делили между собой второе место. Достаточно сказать, что первый опасный эпизод возник на второй минуте. Футболисты нашей команды подали угловой и выиграли борьбу на втором этаже. Затем последовал удар в упор с линии вратарской. Верный гол, но вратарь сотворил невозможное. Практически в следующей атаке энергия грызнулась. Еще четверть часа команды играли наравне, но затем славянцы прибрали территориальное преимущество к своим рукам. Итогом давления стал еще один верный шанс нашей команды открыть счет. Через несколько минут хлесткий удар в притирку со штангой получился у капитана нашей команды Андрея Ухабова. На перерыв футболисты ушли со счетом 0-1. Отыграться хозяева поля смогли только на 86-й минуте. Свой дебютный гол за энергию забил 18-летний форвард, дебютировавший в профессиональном футболе всего-то месяца три назад. Второй гол славянцы все же забили, однако судья встречи его не засчитал. Счет так и остался 1-1. И теперь наши футболисты занимают четвертую строчку в турнирной таблице. Отставая от лидера армавирского торпеда на 4 очка. Потеря концентрации в концовке соперник у нас подловил. Забили нам гол. Ну, 1-1. Конечно, я считаю, что мы, наверное, все-таки потеряли два очка. Хотя, хотя, хотя это заслуга сегодня энергии. Молодцы старались, бились ребята до конца. И они заслужили, наверное, эту очку. Игорь Алферов, Алексей Клименко, Александра Тимовская. Программа «События».